Всем привет, ребят! Здарова! В нынешнее время всё больше и больше людей начинают интересоваться записью прямых трансляций. И если с веб-камерами всё понятно, там всё работает на автомате, то с подключением вот таких вот профессиональных камер у людей возникают вопросы. И поэтому у меня сегодня в гостях Лёха, профессиональный режиссёр монтажа прямых эфиров. И сегодня мы вам расскажем по нашему мнению про самый простой, самый ненапряжный способ выйти в прямой эфир, подключив при этом любую камеру. Это может быть профессиональная камера, это может быть ваш смартфон, любое другое устройство. И поможет нам во всём этом вот такой вот девайс от компании Blackmagic, от M-Mini. Передаю слово Лёхе, потому что я в этих девайсах шарю, ну скажем так, себе. А Лёха знает просто каждую мелочь, каждую детальку. И он сейчас вам расскажет, какие проводки вообще куда втыкать, для того, чтобы всё было классно. Так, друзья, перед тем, как начать, будем как бы соблюдать правила канала. Поэтому я сегодня буду тоже в кипаре. Так, ребят, для начала объясню вам вообще ситуацию по трансляциям и в целом вообще по рынку. Как оно раньше подключалось и почему, наверное, вы до сих пор не знаете об этом. И разбираться не хочется и просто нет желания. Раньше были карты захвата, которые где-то под macOS работали, где-то под Windows. Надо было подбирать правильно операционку, правильно шнуры и переходники. Это всё вроде она стоит там 150 долларов, потом выходила за 200. Всё это дело. И чаще всего не работало. Надо было, чтобы камера подходила. И куча-куча-куча всего. Эта вещь нам всё это дело упрощает. Её можно подключить как в комп, как в Zoom, в Skype, OBS, напрямую в YouTube выйти. Слушай, расскажи вообще в двух словах, почему нужно использовать какие-либо девайсы для того, чтобы подключить свою камеру? Почему мы не можем просто взять, скажем, нашу камеру, подключить её в комп, в OBS тот же? И почему мы не можем получить сигнал? Очень хороший вопрос. На самом деле мы можем это заколхозить с захватами экрана, с кучей вылетов, с тем, что потом у вас будет в какой-то момент рабочий стол на весь экран в трансляции. Поэтому, чтобы этого не было, нам нужно профессиональное устройство, которое по HDMI принимает сигнал, загоняется, обрабатывается и выдаёт это на комп через USB, чтобы это всё нормально принималось либо в вашей программе для трансляции, либо тем же сайтом, Zoom, Skype и так далее, куда вы хотите её, смотря, подключить. Вот. Эта штука очень сильно упрощает тем, что она работает не по принципу карт-захвата, а по принципу веб-камеры. То есть её система определяет как веб-камеру. Это очень большой плюс на самом деле. И что? Давайте её распакуем, наверное. Погнали. И пока Лёха будет распаковывать, давайте я вам сразу немножечко расскажу по цене. Значит, цена данного девайса от 300 до 350 долларов. Конкретно данный микшер мы взяли в магазине Big Sale. У них большой выбор девайсов для прямых трансляций и не только. Вообще, в принципе, это отличный магазин фото-видеотехники, в котором вы можете найти технику для абсолютно разных задач, для профессиональной съёмки, для любительской съёмки. Всем очень рекомендую. У них классные цены. И, кстати, вот эта панель ATM Mini у них продаётся по цене 320 долларов. И, по моему мнению, это очень даже отличная цена для такого девайса. Значит, что у нас в комплекте? Не так уж и много всего. Стандартные брошюрки, инструкция, как установить, PR-рекламка Довинчили Золова о том, что он бесплатный. И понеслась. Значит, банально, есть только блок питания. И что меня очень порадовало, коннекторы. Вот это под нашу вилку, европейскую. Если вы поехали в Америку стримить, вот вам, пожалуйста, Китай, если не ошибаюсь, Гонконг. Идём дальше. Дальше у нас, в принципе, всё. Отенка сама. Вот такая она красивая. Такая она маленькая. И поначалу может показаться, что я видел, она меньше как-то захвата. Но вы, когда увидите, что она может, вы поймёте, что это просто взрыв башки. Важно понимать в самом начале, что когда вы покупаете такую панель, вам нужно сразу позаботиться о покупке тех кабелей, которые вам пригодятся. То есть вы должны заранее продумать схему подключения, какие девайсы вы будете подключать. И сразу заказать все необходимые кабели вместе с этой панелькой. Итак, ребята, порты. Вообще, что это, сколько их, для чего они и так далее. Вообще, расскажи, сколько девайсов можно сюда подключить? Я вижу, тут 4 HDMI есть, есть микрофоны. Зачем это вообще нужно? Значит, тут это 4-х канальная карта захвата. То есть получается, вам приходит... Вы можете 1, 2, 3, 4, можете даже не камеры подключать. Можете подключить свой компьютер, если вам нужно показать в прямом эфире экран. Консоль подключить игровую, как-никак. Здесь есть режим, еще картинка в картинке, мы о нем чуть позже поговорим. Есть порты микрофонные, для того, чтобы вы петличку или свой микрофон подключили напрямую в нее, а не через камеру. Хотя это тоже можно и через камеру спокойно подключить. HDMI out это для того, чтобы вы подключили мониторчик и видели либо то, что у вас приходит в прямой эфир, либо в превью. То, что вы хотите посмотреть, как предпросмотр. И по факту Type-C он здесь подписан как Webcam out, не просто так, чтобы подключать, как вебку использовать и транслировать с нее картинку. Вот. Ну что, подключаем? Слушай, Леха, расскажи, нужны ли какие-то драйвера для того, чтобы подключить эту тему к компу? Потому что при использовании других карт захвата, когда мы пользуемся картами захвата, которые записывают конкретно только одну камеру, очень часто возникает такая проблема, когда нам нужно поставить дрова под конкретный компьютер. Потом эти дрова там обновляются, возникают какие-то проблемы, вопросы. Что здесь, расскажи. Здесь все очень просто. По факту, здесь есть программа для управления от МК, но она, это не считается драйверами, она никак на это не влияет на систему. Вы можете просто подключиться опять-таки Type-C кабелем в Mac, в компьютер свой на Windows, в телефон даже, спокойно. За iPhone не могу сказать, могу сказать точно, что на Android все работало отлично. И причем это программа, которая именно от Blackmagic идет, правильно? То есть это официальный софт? Это софт, который встроен в операционную систему. То есть по факту, любая операционка, уже современная, она поддерживает камеру напрямую без драйверов, без установки драйверов. И в принципе, она работает по такому же принципу. В OBS она как устройство захвата определяется сразу, то есть вам ничего не нужно ставить для этого. И в принципе, все очень просто и понятно. То есть фактически, не устанавливая никакое дополнительное ПО, мы можем эту карту просто подключить к компу, неважно, это будет Mac, Windows, даже вот Android и iOS. И iOS вряд ли. То есть Mac, Windows и Android, да? Мы можем эту карту подключить и стримить. Ну круто. Давай показывай, что, как вообще делать. Вот купил, я пришла, мне такая штука, как мне запустить вообще, что, как подключать. Самое главное, вставить ее в розетку. Без этого она работать не будет. Это как бы такой секрет, я вам открою. Профессиональный. Что мы в принципе и сделаем. Что здесь, кстати, круто. Вот такой вот есть набалдашничек, потому что очень часто, если где-то что-то, не дай бог, заделось и выдернулся этот кабель, пиши пропало. Вам, скорее всего, даже придется какие-то настройки заново настраивать. Погнали подключаться. Так, берем наше барахлишко и рассказываю, что к чему. Значит, для начала было бы неплохо подключить камеру. Для этого у нас на Sony micro-HDMI. На камерах бывают micro, mini, обычный HDMI. Вот. И это все очень просто. Берете первый канал, а на у вас будет основная камера. Подрубаемся. Бум! Все. Следующий момент. Мы подключаем как вторую камеру. Сегодня подключим мы телефончик. Единственный момент, ребят, который нужно понимать при подключении камеры, в частности, вот конкретно у камер Sony, как только начнется запись, экран камеры потухнет. То есть, вы ничего не сможете на экране видеть. Поэтому, если для вас важно видеть картинку именно здесь на камере, нужен внешний монитор. Но, в принципе, вы все сможете мониторить на компьютере. Еще очень важный момент. В принципе, сейчас у нас уже будет картинка чистая. Я буду вводиться в трансляцию уже без наэкранных кнопок. Но, как их убрать, вам расскажет Валерчик. Нам нужно попасть в меню управления HDMI. В камере Sony это находится в предпоследней менюшке, в чемоданчике. В третьих настройках мы заходим в настройки HDMI. Разрешение HDMI мы вставляем в авто. Вывод выбираем в зависимости от того, что вы пишете. Но, даже если вы неправильно выбрали, ничего страшного. И, вот, важно то, о чем говорил Леша, это показывать информацию о HDMI. Если мы эту функцию выключаем, то мы не видим вот эти все настройки, которые отображаются на экранчике. Если эта функция включена, то все вот эти ваши настройки, все... Пойдет в прямой эфир. Да, выдержка, диафрагма, ИСа и так далее. Это все будет в прямом эфире. Самые внимательные из вас заметили, что также здесь есть такое значение, количество кадров вывода по HDMI. То есть, оно не подстраивает то, которым вы записываете. В данном моменте у нас сейчас 24 стоит. Но, как видите, в настройках уже светилось 60 пи. Если бы это была обычная карта захвата, допустим, та же Black Magic Intensity Shuttle, любимая всеми, или вообще любая другая карта, вам нужно было бы под настройки карты ставить также настройки камеры, соответственно, по выводу количества кадров в секунду. Это очень важный момент, но здесь это все сводится на нет, потому что в этой штуке есть конвертеры на каждом канале. То есть, у вас может быть здесь 24 кадра, здесь 30, здесь 25, здесь 60. И вообще по барабану оно все это дело конвертнет правильно и выдаст вам прямой эфир как надо. Хорошо. Что, мы дальше подключаем наш Samsung. Значит, по поводу телефонов. Можно в Samsung, можно также другие марки. Опять-таки, ссылочка в описании, и можно через переходничок, лайтник на HDMI, подключить туда iPhone. iPhone, iPad, iPad, кстати, новые, тоже по Type-C спокойно можно подключать с помощью вот такого либо переходника, либо у нас сейчас напрямую есть кабель MHL-овский, HDMI Type-C. Ну, кстати, момент важный тоже, я повторюсь еще раз, мы оставим в описании к ролику ссылочку на все поддерживаемые телефоны, потому как далеко-далеко не каждый телефон на это способен. И, в частности, популярный бренд Xiaomi там это не поддерживает. Там буквально какой-то Huawei, да, еще поддерживается. В основном, получается, Samsung и iPhone. В основном Samsung топят, да. Да, то есть перед тем, как такую тему делать, обязательно чекните этот список, потому что, ну, чтобы не оказалось просто, что ваш телефон как бы не может это сделать. При большом желании можно телефон вывести в ATEM-ку через тот же компьютер, но это тоже отдельная тема для разговора, поэтому сегодня мы это не затрагиваем. Значит так, подключили мы этот, дальше мы подключаем через обычный переходник, либо если у вас в компьютере есть порт HDMI, напрямую подключаетесь в него. Значит, это все делается очень просто и, в принципе, по факту мы готовы стримить. Но давайте еще на всякий случай, помимо HDMI, подключим сюда петличку, просто чтобы она была. Так, да, просто чтобы она была, подключим петлю. Либо же ваш микрофон у нас вот будет, он в порту MiG-1. Все, и последнее, что мы подключаем, это сам Type-C кабель в наш компьютер. То есть вам не обязательно Type-C, Type-C кабель. Если у вас USB порты в компе, без проблем, берете обычную зарядку от телефона и подрубаетесь. Так, все, мы подключили, теперь переходим к выходу в прямой эфир. Все, на самом деле, банально просто. Запускаем мы такую штуку под названием YouTube. Сегодня выходим туда. То есть, внимание, ребят, для того, чтобы выйти в прямой эфир с ATEM, не нужно абсолютно ничего скачивать. То есть от слова вообще, вообще ничего. То есть вы просто идете на YouTube и погнали. Все, то есть, а также поддерживается, я так понимаю, YouTube, Twitch, Facebook и Skype. Да все, что хотите. Везде, где веб-камера, где у вас веб-камера ваша работает, там будет и работать это замечательно. Так, друзья, поехали. Значит, вам нужно начать просто вот справа вверху, нажать на кнопочку, начать трансляцию. И по факту нажимаем, если хотите сразу выйти, нажимаем на веб-камеру. Все очень-очень просто. Вводим, видите, даже на заднем фоне уже видно нас. Вводим тест, стрим, контент. Не для детей. Далее. Не пугайтесь, если у вас вместо Blackmagic выведется сразу веб-камера ваша. Вы можете спокойно здесь себе выбирать в устройстве, выбирайте Blackmagic Design. И микрофон выбирайте обязательно тоже Blackmagic Design, если, ну, понятное дело, вы звук через микрофон какой-то делаете. Хотя можете опять-таки оставить звук с микрофона компьютера, если, ну, это не панацея. Но мы подключили петличку, поэтому мы выходим сейчас с ATEM. И начинаем прямой эфир. Все, как видите, первая камера у нас в эфире. И самое время начать вам рассказать вообще, что это такое, как этим управлять, потому что одна камера в эфире, а даже звука сейчас нет в эфире. И как это все дело сделать, как-то все запустить, сейчас будем с вами говорить. Значит, у нас здесь есть четыре кнопки основные, которые переключают полностью все, что вы видите на экране. Кстати, не пугайтесь, что здесь сейчас видите немножко зеркальное отображение. Это вам показано, потому что компьютер думает, что это веб-камера, и делает вам эффект зеркала. В прямом эфире все люди будут видеть нормальную картинку, так как она должна приходить на самом деле. Значит, здесь мы просто переключаем каналы. И если вы хотите, допустим, перейти в черный экран, у вас все каналы занятые, вот есть кнопочка Black, замечательная. По звуку. У вас есть каждому каналу, все четыре канала, а также звуковые здесь подписаны. То есть, если вы хотите звук с первой камеры, вы его включаете. Звук со второй камеры, включайте параллельно с ним. С третьей, не проблема, громкость регулируется у нас вот этими ползунками вверх-вниз. Вот петличка, которая, вот у вас вот эти два порта с петличной, вот у них здесь. Это первый канал, это второй, который мы не подключали. Ну, давайте петличку мы оставим. И причем, смотрите, ребят, простота этого девайса заключается также в том, что вот это все отображение, да, те кнопочки, которые горят, они вам показывают, как бы, что вообще происходит. То, что в эфире, то горит красным. То есть, тут перепутать что-то, ну, нереально вообще. То есть, даже если вы не смотрите на экран, но при этом знаете, какая у вас камера там по цифрам, все как бы подсвечено, все очень удобно. Я не буду рассказать вам про все, то есть, мы расскажем сейчас максимально просто, максимально быстренько. Кнопка стил, это то, что вам включает в заготовленную картинку, об этом мы чуть позже поговорим. Также можно доводить здесь картинки. Дальше, кнопка кат, либо кнопка ауто. Что она делает? Кат, это резкий переход между камерами. Кнопка ауто, она это делает плавненько. То есть, она делает это с переходами. Здесь у вас есть конкретно вот этот 0.5, единичка, полторы, две секунды. Это скорость между, ну, перехода, скорость самого транзишна, скорость самого перехода между камерами. Есть также колхозная вообще секция, называю. Это переходы в стиле хоп. Ну, то есть, друзья, если вам нравится Windows Movie Maker, да, скажем. И вы тащитесь по всем этим переходикам из 90-х, то, пожалуйста, вы можете все это дело организовать у себя на стримах. О, так, кстати, прикольно. Через белый, через черный можно настроить переход. Ну, в общем, в принципе, ребят, я вам советую это делать чисто классикой, либо катом. Вот так, в принципе, нормально люди стримят. И давайте сейчас на пару сек вернемся еще раз к тому, что у нас подключено. То есть, для того, чтобы вы сейчас не путались, у нас, получается, первая камера, это основная камера Sony, на которую мы снимаем. Вторая камера, это наш телефон подключен. И третья камера, это сейчас мы подключили захват экрана ноутбука. То есть, в принципе, это самая популярная блогерская схема, когда вы снимаете на две камеры, и при этом вам нужно что-либо показывать на ноутбуке. Следующая секция, кей, у нас для того, чтобы вырезать задний фон. Это можно делать как, либо через люмокей вырезать черный фон, либо зеленый, синий, любой цвет, который у вас, значит, будет ваш фон. Но это тоже тема для отдельного разговора, в этом очень хорошо разбирается Валера, поэтому... Поэтому, ребят, если вам эта тема интересна, то обязательно напишите в комментариях, и мы снимем отдельное видео о том, как организовать стрим на зеленке. Поэтому пишите в комментариях, если это нужно. Следующий момент, это picture in picture, то есть картинка в картинке. На самом деле, что зеленка, что картинка в картинке, что даже переходы. Есть более расширенная версия, мы сейчас вам покажем это в Time Control. Для того, чтобы бегло пробежаться, допустим, мы выводим рабочий стол, и мы выводим картинку в картинке. И вы видите, что я сейчас либо слева вверху, либо справа вверху, либо, ну, какой-то из этих сторон, по умолчанию, можно себя вывести в очень удобном, скажем так, месте. Вот эта тема, кстати, уже будет более такая интересная для геймеров, да, то есть когда они себя обычно снимают где-то в нижней части экрана. На самом деле, да, подключив консоль, либо какой-нибудь комп отдельно, в котором игра, и вам не нужно там запускать ОБС, тратить на это ресурсы, просчитывать. Где вам понизить настройки игры, расширение, еще что, вы просто по HDMI выводите сюда картинку и просто шпилите в прямом эфире, спокойно у вас комп чисто идет под игры. Так, ребят, сразу, чтобы показать вам, что мы не врем, и что можно нормально подключать ее в остальные программки, в ОБС, она ее видно, и во всех остальных штуках. Сейчас очень быстро пробежимся по другим программам, мы завершаем нашу замечательную трансляцию. Так, что такое ОБС-ка? ОБС-ка это одна из программ, через которые люди вообще выходят в прямой эфир, через ту же карту захвата и так далее. Я вам просто докажу, что она вообще видит нашу карту захвата. Включаем устройство захвата видео, значит, даже можем оставить название, как есть. И у нас в списке есть, как видите, Blackmagic Design, вместе с нашими веб-камерами и так далее. Использовать пресет я бы не ставил, я бы ставил бы все, как она предлагает, 1080, 60, 30, 60 кадров. Все без проблем, все приходит, все хорошо. Звук включается отдельно. Звук мы заходим, добавляем устройство захвата входного аудиопотока. И здесь аналогично у нас просто в списке Blackmagic Design. По факту все, ребят. Так, допустим, следующая программа, которая у нас будет, это Zoom. Пользуюсь сейчас спросом, если вам нужно профессионально выйти в прямой эфир, с хорошей камерой, звуком и так далее. Заходим в настройки трансляции. Вот, переходим в раздел видео. Все. И опять-таки, мы видим здесь Blackmagic Design. Даже вот у нас на выбор 30 кадров, 60 кадров. И звук, где в разделе микрофон, ставим Blackmagic Design. Все, красота. Мы можем спокойно выходить в Zoom. И давайте тестово запустим конференцию, чтобы видели, что я не вру. Да, мы все настроили, мы зашли, мы создали. И, о чудо, ребят, вы можете даже с нескольких камер выходить в Zoom, и люди будут думать, что вообще вы какой-то маг-шаман. Потому что на самом деле, ну, мало кто это делает. Мало кто выходит так в прямые эфиры в сам Zoom. И да, по такому же принципу, как вы понимаете, в любой программе, где у вас есть вариант выбора веб-камеры, вы можете спокойно использовать эту Atem-ку и горя не знать на самом деле. Теперь давайте перейдем к более расширенным настройкам, для того, чтобы вы понимали, за что вообще здесь эта сумма, и почему она такая низкая. До сих пор я себе задаю этот вопрос. Значит, мы запускаем программку Atem Setup для начала. Ссылку мы вам оставим в описании. И что здесь? У нас сразу же, потому что мы подключились по USB кабелю, у нас сразу же определяется Atem-ка здесь. Ну, опять-таки, если вы хотите управлять Atem-кой не с помощью этого компа, на котором вы транслируете через другой комп, у вас есть замечательный Ethernet кабель, который вы можете либо напрямую подключиться в этот компьютер, либо в роутер Wi-Fi, который... или маршрутизатор, который у вас... А, вот оно. Вот так всегда. Первый раз сложно попасть. Так. И в качестве проверки на возраст, напишите в комментариях, если вы не знаете, что такое Ethernet кабель. Да, ребят. Ну, в общем, вот такими путями можно подключаться в нашу замечательную Atem-ку. У нас сразу же попросится обновить, если вы скачали последнюю версию, обновить Atem-ку. Обновляется она очень просто, очень быстро. Немножко начинает шуметь. Это нормально. Тут есть кулера, она не сгорит. Тоже плюс. Все нормально, она потушится. И все, буквально, сколько? Меньше минуты или минута у нас все обновилось. И так, как видите, обновляется она довольно быстро. Не знаю, наверное, меньше минуты понадобилось ее обновить. И я вам расскажу про вот эти вот замечательные две кнопочки. Первым вы видите базовые настройки ваш IP-адрес и варианты, как переключаться, каким способом управления картинки в картинке. Это все мы сейчас не будем проходить. Сильно много времени идет. Даже есть яркость кнопочек на минуточку. Посмотрите просто на это чудо техники. Почему я это раньше не замечал? Хорошо. И вторая кнопочка, которая сейчас классно, она запускает вот эту вот программу Atem Software Control. Все очень стрёмно выглядит. Хотя, на самом деле, это тоже самое управление теми же самыми камерами. Вот видите, я здесь переключаю. Она переключается здесь. Режимом превью, о котором мы сегодня не будем говорить. По превью мы пообщаемся с вами, наверное, уже в следующем ролике, так как это займет очень много времени. Также здесь у нас есть управление переходами. Вот те самые колхозные переходы, о которых я говорил. Поэтому давайте побережем мою психику и не будем этого делать здесь. Значит, и, соответственно, можно переключаться не конкретно посекундно, а можно переключать камеру с одной на другую. Вот таким вот волшебным способом. Очень плавно, как вам вздумается даже вот. Мы также упустили одну такую замечательную кнопочку, которая называется Fate to Black. Это в том случае, если вы хотите просто взять и поглушить трансляцию, и потом вернуться обратно на ту же картинку, которая у вас уже стоит и которая у вас настроена. Дальше. Здесь у нас есть вкладочка Media Player, где вы можете выбирать картинку, которую вы предзагрузили. Предзагружать картинку можно в замечательной вкладке вот этой вот Media. То есть, как это используется в реальной жизни? Если у вас есть, скажем, например, какой-то ваш там логотип, да, который вы хотите вывести как перебивку там в определенный момент между какими-то блоками трансляции, или просто для того, чтобы создать логичную паузу, то вы просто загружаете эту картинку, и в нужный момент можете вывести ее на экран с помощью вот этой кнопочки Steel. Делается это примерно вот так вот. Нажимаем на Steel, все. У нас замечательное наше лого. Опять-таки, ребят, здесь могла бы быть ваша реклама. Обращайтесь, пожалуйста. Мы открыты. И следующая вкладочка, о которой обязательно надо поговорить, это вкладка Audio. Здесь все ваши каналы, которые приходят, здесь их громкость. Вы можете здесь регулировать чувствительность, вы можете здесь устраивать задержку, эквализацию, компрессия, все, что хотите на самом деле. Просто как минимум крутить громкость, плавно это делать, потому что то, как я говорил, видите, сейчас будем первый канал крутить. То есть оно поднимает по чуть-чуть, но, допустим, вам надо резко потушить его и сделать это вот так вот, допустим. Это только мышкой можно сделать плавно. А, и также забыл сказать, что есть панорама. Вы можете вообще кого-то в левое ухо, кого-то вправое сделать это максимально комфортно, профессионально и круто. То есть это все делает штука, которая стоит 320 долларов. Ну и также, я думаю, будет полезно упомянуть. Мы подключили петличку, которая, кстати, на тебе висит через обычный джек. Но, скажем, если вы уже записывали какие-то видео и у вас есть какой-то микрофон по типу такого микрофона, который подключается в USB. Они обычно называются стриминговые микрофоны или подкастные микрофоны. Не в этом суть. Суть в том, что если микрофон подключаете вы через USB, то в ATEM-ку вы воткнуться не сможете. Но, если в микрофоне есть выход на наушники, то с помощью кабеля, ну, более известного как AUX, да, у которого просто джек папа-папа, вы можете подключить микрофон через выход на наушники вот сюда, в это же гнездо в ATEM-ку. И таким образом вы будете получать звук с микрофона в ATEM-ку, и звук будет идти в прямую трансляцию. То есть не обязательно использование там петличек или каких-то профессиональных микрофонов. Можно и обычный ваш USB микрофон тоже использовать. Но, опять-таки, если у вас накамерный микрофон, который вы подключили в камеру, без проблем, канал первый, погнали. Все. Ну и, соответственно, весь мастер тоже вы можете регулировать. У вас видно, пикует, звук не пикует, докуда он добивает до максимума. Очень удобно. И можете также переключить, отключить фантомное питание, которое дается на петлички, на микрофоны, которые без сети работают. К примеру, микрофон USB-шный. Там нужно это будет сделать. То есть вместо микрофона поставить галочку на line. И тогда оно без усиления будет принимать звук, и у вас ничего не будет репеть. Итак, ребят, итоги. По нашему мнению, Atem Mini это самый достойный девайс за свои деньги, который можно взять, если вы собираетесь что-либо стримить. Не важно, геймер вы, блогер будете писать конференции или там делает суперкрутые созвоны в скайпе. Вот этот девайс решает за вас все вообще вопросы. Ему очень удобно пользоваться. То есть если, допустим, мы говорим про профессиональные консоли, как правило, это большие бобины, за которыми сидит такие дядьки с сальными волосами, с косичкой сзади. И... А вы, как видите, это не наш стиль. Мы тут на кипарях. Мы на кипарях сегодня. И реально для блогеров, наверное, это идеальный формат, потому что у вас под рукой трансляция, вы можете переключаться между камерами, отсматривать картинку, видеть все, как оно идет в прямой эфир и реально быть спокойным, что ничего не слетело, ни каждый раз не падится вообще, работает ли, поддерживается ли это устройство. В любой момент подключить что-то и добавить прям на ходу в трансляции, что меня очень радует на самом деле. И это реально топ. Ну, за свои деньги. Я не знаю, что можно найти лучше и профессионально. Возможно, с первого взгляда кажется, что все очень сложно. То есть мы говорим, что все так легко и просто. А вы можете подумать, что все очень сложно. Но, поверьте, это так только на первый взгляд. Мы сейчас подключили сюда три устройства для того, чтобы вам продемонстрировать, ну, скажем, такой привычный блогерский сетап. И заметьте, заметьте, мы не настраивали, не подстраивали, даже не обновляли АТМку. Это просто достали с коробки, втыкнули в розетку, подключили и сразу вышли в прямой эфир. То есть это вот буквально вы достали с коробки. И также спокойно можете по нашим шагам подключить даже одну камеру и выйти уже, использовать ее очень, ну, очень просто и легко. Это уже больше замороченные штуки, если хотите дальше разбираться и улучшать качество своих трансляций. Да, то есть по сути вам вот этот весь софт не нужен. Вы достали с коробки АТМку, подключили там сколько вы хотите девайса, в одну камеру подключили, нажали выйти в эфир. Все как бы готово. То есть и вот эти вот все функции, да, они уже как бы заточены для того, чтобы работать сразу с коробки. И смотрите, эта штука довольно-таки мультифункциональна. Если вы блогер, пожалуйста, в 3-4 камеры работайте. Если вы стримите игру ли там на PlayStation, на ПК, не важно, пожалуйста, делайте. Если вам нужно какие-то конференции стримить, пожалуйста, делайте. То есть вообще она никак не ограничена, ни под что толком не заточена. То есть она заточена на простоту, на то, чтобы все воткнули и все работает. В общем, от нас АТМ Мини Рекомендацион. Ребят, спасибо за то, что смотрели этот ролик. Пишите в комментариях ваши вопросы. Мы обязательно на все вопросы ответим. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если это видео вам понравилось. В следующих видео мы обязательно расскажем вам про АТМ Мини Про и АТМ Мини Про ИСО. Это штуки, которые стоят практически в 3 раза дороже, чем этот миник. И поверьте, за эти деньги там тоже есть супер бомбический функционал и есть о чем вам рассказать. Поэтому до новых встреч, пока!